Всем привет! С вами Светлана и сегодня у нас рубрика Fixed Price. Это трэш. Будем тестить вот таких вот три продукта. Это у нас жидкие патчи вокруг глаз, пилинг, скатка, сыворотка для лица и четвертый у нас кремушек для лица, для рук и тела, наверное, да, для рук и тела, скритэ, который обалденно пахнет. По логике вещей нам нужно начать свой уход с пилинг, скатки. Вот так она выглядит, с фруктовыми кислотами, так, объем 50 мл, наносим на 1-2 минутки, массируем легкими движениями до появления комочков, смываем теплой водой, повторяем 1-2 раза в неделю. Я очень люблю какие-либо то ни было скатки, будем тестить, реально ли она работает. Сначала я очищу свое лицо тоником, тоже серии Сиду, он мне очень нравится, он слегка матирует, это молочная кислота и цинк для комбинированной и жирной кожи. Я люблю наносить его на лицо похлопывающими движениями, но так как сейчас нам нужна именно очистка, а не тонизирование, я нанесла его на ватный диск. Проходимся по всему лицу, вдоль массажных линий очищаем свою кожу от лишней пыли и каких бы то ни было загрязнений уличной среды. Мы все-таки с вами живем в городах в основном, и даже если вы не пользуетесь тональными кремами, ваши поры все равно забиты промышленной грязью. Поэтому очищение это обязательный процесс, этап. А пилинг, скатка, так это вообще чудо. Своё лицо, давайте наносить. Кстати, ничего здесь не фольгировано почему-то, а жаль. Наносим на лицо тонким слоем. Ой, все, сегодня прям какое-то пузырьковое. Вот прям видны пузырьки внутри этой скатки. Такая текстура странная. У меня немножко другого плана скатка от Соберлик. А здесь прям она, ну, очень густая. Я не знаю, как тут все будет скатываться, потому что она даже распределяется спокойно и равномерно. Если вы это видите, я сейчас придвинусь поближе, чтобы вы могли все это наблюдать. Хотя вот очень густая. У меня была такая неудачная маска из фикса. Сейчас их уже нет. Которая типа маска-пленка, но она наносилась кусками. Застывала часа три. Надеюсь, что это не в той же серии. Вот если вы видите, смотрите, как она выглядит. Какими-то, какими-то камень непрезентабельного вида. Ну что, в общем, ждем две минуты, будем скатывать. Ну что, две минуты прошло. Мне кажется, консистенция это вообще убивает. Смотрите, она как сопли. Если вам видно, такими вот комочками так гуляет по лицу. Давайте скатывать. Ой, а скатывается, слышите? Действительно, лицо немножко краснеет. По массажным линиям это все делаем, не забываем. Не, ну есть комочки, конечно. Есть, есть, образуется, да, она чистит. Я вижу, потому что изначально она была такая полупрозрачная, молочная, то сейчас как бы сереет. То есть грязь из наших пор она вычищает. Уже с лица все отсыпается. Ну, как вы видите, лицо покраснело. Есть краснота небольшая, особенно в проблемных зонах. Вот, и все, в принципе, скаталось. Такие вот мелкие, видите, катышки вот образовываются. Ну что, теперь умываться. Смыла я скатку. Мне как назло начали сверлить соседи, поэтому если сильно мешает шум, извиняюсь. Смотрите, кожа немножко покраснела, совсем слегка, но по ощущениям она очень как бы гладкая. То есть это есть. То, что она очищена, я это реально чувствую. Она гладенькая, она какая-то, знаете, матированная и приятная на ощупь. Давайте приступим к следующему этапу. Следующим этапом у нас будут жидкие патчи экспресс-уход для зоны вокруг глаз. Там было несколько разновидностей. От гусиных лапок, от чего-то еще. Я выбрала темных кругов и отеков. Вот как они выглядят. Вот эта вот коробочка. Здесь якобы на 50 применений. До 50 применений. Устраняют отечность, выравнивают тон кожи, вокруг глаз придают свежести тонус. Гелевая маска патч. Так, 50 миллилитров. Совсем свежий, изготовленный в июле. Наверное, прям вот ходовой товар, я так понимаю. Смотрите, какой красивый флакончик. Вот на свету вам не очень видно. Конечно, камера не передает. Прям эти пузырьки, они как бы играют. Ну, красиво он так смотрится. Так, колпачок и вот такой вот дозатор. Ага, применение. Применение. Нанести необходимое количество плотным слоем на предварительно очищенную кожу, что мы как бы и сделали. Вокруг глаз подержать 5-10 минут смыть водой. Подходит для ежедневного использования. На 5-10 минут плотным слоем. Ну, наносим. Такая здесь помпа. А, вот они полились. Вот так они выглядят. Вот. Так, будем наносить. Ой, они куда-то уже поехали. Склизкая такая текстура. Ну, кстати, вот скатка практически ничем не пахла. У патчи есть явная парфюмерная дужка. Приятная достаточно. И текстура у патчи гелевая такая. Если скатка, она была какая-то, блин, я не знаю, кусками, то здесь все нормально. Я наносить буду только на нижние века, но мне кажется, в принципе, можно и на верхние. Потом только ничего не делать. Как-то завалиться и лежать 10 минут. Плотным слоем нам сказали. Вот плотным слоем как бы я и наношу под глаза. Так. Нанос заехала, но я думаю, не страшно. Ну, в принципе, все. Я нанесла. Вот так это выглядит. Ну, гель гелем. Пахнет приятно, консистенция приятная. Как бы пока все нормально. Сейчас посмотрим, будут ли они сжечь у меня. Будем ждать с вами. Нет, не жгу. В общем, ждем. Ну, прошло как бы 3 минуты, ничего не жжет. И знаете, под глазами прям холод. Я бы даже сказала дубак. Вот прям холод-холод охлаждает капитально. То есть я могу предположить смело, что отеки благодаря вот этому охлаждающему эффекту этот гель должен убирать однозначно. Насчет темных кругов, конечно, не знаю. Но у меня, опять же, повторюсь, патчи, от темных кругов и отеков. А я видела у девочек обзоры от гусиных лапок, что им жгло. Если вы тестили такие патчи, расскажите, какая у вас реакция. У меня прям холодно-холодно. Прям вообще капец. Ждем дальше. Ну что, прошло вот минут 7-8. И как бы, ну, ничего плохого не случилось. Ощущение вполне приятное. И холодка, и все. Больше ничего. Область вокруг глаз не покраснела. Все нормально. Гель на месте. Никуда не растекся. То есть, в принципе, очень даже комфортно. Сейчас пойду смою и посмотрим. Смыло, девчонки, патчи. Вообще так чудно звучит. Смыло патчи. Смотрим. Кожа под глазками мягенькая. Ну, по эффекту вам судить проще. Я тут сидела долго, а у вас на видео все быстро происходит. Не особенно-то... Они есть, конечно, темные круги, но не сильно выражены. Ну, мне понравилось, честно. Мне очень понравилось. Вот этот холодочек. Кожа мягенькая, мягенькая. Прям, ну, здорово вообще. Я вот прям с радостью по утрам эти патчи буду использовать. И вам советую. Третий продукт, третий этап. Это у нас витаминный коктейль с экстрактом ламинария. О ламинарии я уже в одном видео вам рассказывала. Она вообще, ну, супер. Я покупала аптечную ламинарию, измельчала в порошок, добавляла воды, делала кашицу и маской наносила на лицо. Ламинария обладает омолаживающим эффектом и лифтинг эффектом. Вообще, в ней очень много витаминов. В сыворотке у нас заявлено витамин В3. Там был еще Е и еще что-то. Я специально не стала брать. Е у меня как бы у самой дома завались. Антиполюшен эффект. Что это, как это переводится, интересно? Питает и насыщает кожу витаминами. Интенсивно увлажняет. Объем тоже 50 мл. Тоже от 7 июля. Увлажнение 48 часов. Вы представляете? Вот такая вот сыворотка, в общем. И вот как выглядит флакончик. У меня даже запотел в руке уже. Тоже здесь много-много пузыречков. И она довольно густая. И давайте посмотрим ради интереса состав. На первом месте вода, глицерин, мочевина здесь есть. Ну, ее часто добавляют в крема. Дальше я вообще ничего не понимаю. Содиум, содиум всегда тут тоже. А вот как на латыни называется экстракт. Ну, хоть бы перевели. Ладно, способ применения. Где он? Ну, а что? Нанести как бы на лицо и не смывать, я думаю. Да, даже не... А, нанести средство утром или вечером на очищенную кожу лица и шеи. Все. Наносим. Такая тут крышечка. И помпа. Давайте сделаем вот так. Так. Ой. Мне хочется на пальцы посмотреть. Тоже здесь пузыречки видно. Интересно. Здесь какие-то внутри не только пузыречки. Кстати, здесь какие-то белые кружочки. Я не знаю, что это такое, правда. Будет ли это вываливаться из нашей помпы? Пока не вываливается. Ну, и давайте наносить сыворотку. Тоже по массажным линиям. Запах приятный. Кстати, самый приятный из этих трех средств. Они все с разным запахом абсолютно. На зону декольте. Нанесем. А то я что-то переборщила с количеством. Ну, по распределению это как бы легкий такой гель. Ну, и как обычная, в принципе, сыворотка. Тает как бы на коже. И превращается в такую водичку. Липкого эффекта никакого пока нету. Вот я распределяю. Я много прям от души обрадовалась. Линейки Сейдо. В принципе, все. Она уже впиталась. Липкости нету никакой. Хотя еще не до конца впиталась. Но липкости никакой нету. Класс. Вот прошла еще минутка. И она практически совсем впиталась. Никакой липкости нет. Очень комфортно. Смотрите. Кожа слегка сияет. Причем это не жирный блеск, а именно здоровое сияние. Мне очень нравится. Я просто в восторге. Скажу вам так. Я могла бы эту сыворотку не то что с люксовой сравнить, но с достаточно такой небюджетной. Действительно. Кожа такое ощущение, что она реально увлажненная. Вот напитанная. Нет. Это когда жирный крем. А вот такая вот увлажненная. Ну не знаю. Мне нравится. Слушайте. Вообще классно. Я очень довольна. Она такая гладенькая. Знаете, легкий эффект мотирования тоже присутствует. То есть она не будет жирнить ваше лицо однозначно. Камера передает сейчас блеск, но это от цвета. А на самом деле кожа мотированная. И немножко вот такое изнутри здоровое свечение. Мне понравилось. Вообще просто супер. Я очень рекомендую вам попробовать эту сыворотку. Вот это Арстан. Вообще молодцы. Казань прям рулит. Респект. Привет. За такие продукты бюджетные по 55 рублей и такое качество. Я просто в шоке. Так что если вы все еще проходите мимо фикс прайса и мимо косметических продуктов фикс прайса, то это зря. Я вам очень советую попробовать все эти три продукта. Они просто потрясающие. Сыворотка вообще вот меня просто поразила. На самом деле патчи крутые. Скатка скатывает. Ну просто супер. Лицо очищенное, прям такое знаете и увлажненное. Аж вот практически до скрипа. Все я чувствую как моему лицу хорошо. А это не от каждого средства знаете ли чувствуется. Давайте затестим под конец кремушек для рук и тела. Скорите. Вот такая здесь заглушечка, крышечка. И в предыдущем видео про фикс прайс я уже нюхала его, но еще не пробовала. Вот. Он розовенький. Довольно густой. В баночке его вот видите сколько. Объем здесь у нас... От одного запаха можно с ума сойти. 200 миллилитров. Просто капец. Он так круто пахнет. Я вот не знаю. Причем это насыщенный аромат, поэтому кто не любит отдушки в кремах, это не про вас. Я, конечно, на лицо его не буду наносить, хотя можно и попробовать на лицо. Он для рук и тела. Но давайте посмотрим на руках. Вот так он распределяется. Сейчас разотру его по рукам. И посмотрим, как он себя поведет. Блин, ну как же бомбезно вообще пахнет. Я прям вот себе даже чисто для рук бы взяла именно такой крем. Из-за одного только запаха. Так, ну разносится хорошо. Липкости никакой не оставляет. Ничего нету. Жирной пленки нету тоже. Все вполне достойно. Нету никакой жирной пленки, липкости, ничего. Вообще. Руки влажные, увлажненные. То есть это не водичка явно. Руки увлажненные. Мне нравится. Такая бадья. Я не помню, честно говоря, сколько она стоила. Ой, ну как здорово пахнет. Вот йогурт вишневый. С примесями немножко химозного аромата. Плюс малинка. Вот все так здорово вообще пахнет. Слушайте, ну крему ставлю тоже вообще пятерку за такую цену. Ручки влажные. Все прекрасно. Давайте попробуем, даже затестим, нанесем на лицо. И посмотрим на сыворотку прям. Ну как и положено. Мы же после сыворотки должны нанести крем, который благодаря этой сыворотке проникнет в глубокие слои кожи. Ну вот я даже на лицо его нанесла. И красота. Ой, он матирует, кстати. Он реально матирует даже больше, чем сыворотка. Вот я вижу, как вот прям поры у меня на глазах исчезают. Серьезно. Смотрите. Увлажняет. Но я на лице его, кстати, чувствую. Вот я его чувствую на лице. Если до сыворотки мне было так вот прям легко-легко, этот крем я чувствую на лице. Может быть дать ему время, он впитается, и как бы все будет нормально. Вот крем впитался, прошло две минуточки. Я все равно его ощущаю слегка, что у меня есть какой-то крем на лице. Но тем не менее дискомфорта никакого. Всеми четырьмя продуктами довольна. И вам советую к приобретению. Очень советую. За такую цену такие продукты. Это просто сказка, девочки. Не проходите мимо косметических полочек Фикси. Ну, а на этом у меня все. Если вам понравилось видео, я была вам чем-то полезна, обязательно ставьте лайк. Пишите свои комментарии, как вы тестите продукты из Фикс Прайс. Подошли они вам или не подошли. А может быть, вы брали что-то еще интересное, мимо чего я прошла. Я с вами прощаюсь, до следующих видео. Пока-пока.